Какие у Египта две угрозы основных? Основная угроза – это Израиль. Причем, если вы посмотрите в военную доктрину Египта, то Израиль по-прежнему является основным военным противником. Вторая угроза, которая всегда беспокоила Египет и которая, к сожалению, сохраняется – это угроза стороны Ливии. В настоящее время в Ливии продолжается процесс дестабилизации. Как вы знаете, идут бои, в частности, за международный аэропорт. В этих условиях говорить о том, что Египет может себя чувствовать в безопасности или, например, проводить передислокацию тех воинских частей, которыми он имеет, он это делать не может, потому что понимает, что угрозы сохраняются. Причем угрозы носят разный характер. Если говорить со стороны Израиля, то Египет, в первую очередь, беспокоит наличие ядерного потенциала Израиля. Причем Израиль имеет полноценную триаду, которая включает как ракеты наземного базирования типа Иерихон, так и ракеты воздушного базирования и морского базирования. Причем морского базирования они размещены на подводных лодках, которые могут достаточно скрытно быть подведены к побережью и имеют достаточно дальность стрельбы. То есть, ну, ориентировочно порядка тысячи километров, то есть, в принципе, будет прострел почти всей египетской территории. И с этой точки зрения для Египта очень важно, чтобы на разного рода международных площадках, в первую очередь, в рамках конференции по рассмотрению действий договора непосредственности ядерного оружия, который состоится в следующем году, в мае, был поднят вопрос о том, чтобы над ядерным потенциалом Израиля был установлен хоть какой-то международный контроль со стороны МАГАТЭ. И вы знаете, именно Египет является тем государством, который настойчиво всех выступает за то, чтобы на Ближнем Востоке была создана зона свободной от ядерного оружия. И могу вам сказать, что эта конференция до сих пор не проведена во многом благодаря тому, что это блокирует стороны США. Некоторые предполагают, что если эту конференцию не удастся провести до мая следующего года, то, может быть, провал обзорной конференции, которая состоится в мае следующего года, по рассмотрению действия дня. Кроме этого, Египет находится в очень сложном регионе, и здесь на него оказывает влияние не только та война, которая сейчас только приостановлена в секторе газа, но и те события, которые развиваются в соседней Сирии. И хочу заметить здесь, опять же, боевики Исламского государства Ирака и Леванта все активнее себя ведут. Почему? Да потому что им просто досталось американское оружие. То есть опять американцы создали условия, при которых боевики начинают убивать мирное население. Можно говорить о том, что это так получилось, что армия была достаточно подготовлена, но факт остается фактом. Этим американским оружием убивается мирное население на территории Сирии. И это тоже всех беспокоит. На повестке дня сейчас стоит вопрос о том, что если Иракский Курдистан сможет выстоять от ударов исламистов, в этом случае, по-видимому, станет де-юре независим. И это тоже будет взрывать все соседние государства. То есть в целом, можно говорить о Судане, о других государствах, в целом Египет сейчас находится в чрезвычайно турбулентной атмосфере. В этих условиях Египту исключительно важно иметь достаточное количество вооружений. Теперь переходя к военному потенциалу. Египет среди арабских стран имеет самый высокий военный потенциал. Чтобы вы понимали, что это такое, могу вам сказать, мобилизационный резерв Египта составляет свыше 20 миллионов человек. Как вы понимаете, это превышает численность многих государств арабского мира. Надо понимать, что, конечно, сотрудничество Египта и США будет продолжено. Другой вопрос, что никто не хочет быть новым мубараком. Я думаю, что Ассисий тоже не хочет быть новым мубараком. И с этой точки зрения совершенно понятно, что Россия сейчас получает в Египте реальный сектор военно-технического сотрудничества. Ассисий тоже не хочет быть новым мубараком. Продолжение следует...